Здравствуйте! В эфире очередное заседание комитета по целесообразности принимаемых решений. Коллега, что у нас сегодня на повестке дня? Ну, Карим Масимов напомнил о том, чтобы поторопились с легализацией имущества, потому что осталось совсем мало времени до введения всеобщих деклараций доходов и расходов. С 2017 года, ну то есть через полгода, это коснется всех государственных служащих, а с 2020 года уже всех граждан Казахстана, все будут отчитываться о своих доходах и расходах за год. Как это будет происходить? Что-нибудь известно? Ну, на самом деле, конечно, информация скудная. Ну, то есть известно, например, что не за все расходы надо отчитываться, а выше какого-то показателя. Потом какие-то расходы будут ставиться на вычет. То есть человек получает, вероятно, тратит, и потом ему часть возвращается от государства. Но здесь сама вся модель меняется, потому что раньше наоборот, вот, скажем, работодатель занимался тем, что освобождал зарплату своего работника от налогов и выдавал ему уже в чистом виде. А теперь вот эта вот система непонятна, она поменяется или не поменяется. То есть человек, он будет получать уже чистую зарплату на руки, или он получил, сколько ему заплатили, а сам потом идет и разводит с финансовыми органами. Ну, как вы сказали, в первую очередь это коснется госслужащих, да? Ну, будем считать, это хорошо. Надо сначала поэкспериментировать на госслужащих, на чиновниках, с простыми людьми. Надо бы повременить, не торопиться, а то получится как с земельным кодексом. Да, тем более, опять же, получается, что наиболее опасные эксперименты не должны проводиться на наименее ценных членах общества. А с другой стороны, получается, чиновники выступают как мученики, как жертвенный класс. То есть он сначала испытывает на себе, а потом уже, наверное, обкатанную и обработанную модель передадут людям. Правильно, сами придумали, сами на себе испытали. Тогда будем считать так, что декларирование доходов и расходов, и что в первую очередь это будут делать чиновники, целесообразно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова